Друзья, всем привет! Вышло новое испытание с мини-коллекцией. За его прохождение мы получим 9000 золотых монет, 75 карт колдунов и легендарную карту Громовежица. Это одна из лучших легендарных карт в игре, поэтому, друзья, очень рекомендую пройти это испытание, чтобы получить Громовежица. Для начала я попробовал пройти это испытание на одном из аккаунтов вот такой колодой, которая расположена сейчас на ваших экранах, но сразу же скажу, что будет еще вторая колода, так что рекомендую досмотреть видео до конца. Но перед тем, как мы перейдем к прохождению, друзья, хочу рассказать вам про канал Topic Clash Royale. Это канал профессионального игрока в Clash Royale, рекорд которого около 8400 кубков, при этом занимал он четвертое место по результатам сезона, то есть очень высокий уровень игры у парня. На своем канале он рассказывает про лучшие колоды, играет против других профессиональных игроков, проходит гранды. И совсем недавно вышло у него видео, где он взял интервью у Top 11 прошлого сезона игрока на ледяном арбалете. В общем, друзья, рекомендую к ознакомлению, ссылочка на канал будет в описании к этому видеоролику. Ну а теперь переходим к играм первой колоды, которую я предлагаю для прохождения нового испытания. Я могу ошибаться, друзья, но по-моему, похожая колода есть в мете, вместо всадницы на баране только там играется гигант. Но, к сожалению, гиганта в мини-коллекции нет, поэтому я заменил его всадницей на баране, и вот такой колодой решил проходить испытание на своем первом аккаунте. Из тяжелых заклинаний в мини-коллекции присутствует только яд и ракета. Ну, ракету брать в эту колоду, конечно, бессмысленно. Яд я также решил не брать, потому как яд все-таки не очень хорошо заходит против тех карт, которые были представлены. Ну и в итоге стрелы с разрядом отлично подойдут в поддержку всадницы на баране. Ну а в защиту у нас есть все ответы, можно сказать. У нас есть спарки, есть мини-пека и мушкетер как противовоздушная карта. Хотя воздушных карт в мини-коллекции не так и много. Ну и вот здесь противник мой также играет со спарки, также и использует он еще в своей колоде рыбака. Ну и отдаю я здесь разряд для того, чтобы моя спарка все-таки разменялась со спарки противника. При этом на моей повозке остается чуть-чуть запаса здоровья, и я перехожу в наступление с всадницы на баране. К сожалению, в деке противника оказывается вышибала, и я понимаю, что у него контракт в моей колоде, и игра будет достаточно сложной. Было очевидно, что перед вышибалой будет он выставлять наступление всадницу на баране, и поэтому повыше выставил я мушкетера для того, чтобы мушкетер принял на себя урон от вышибала. Но, к сожалению, я немножко неудачно выставил мушкетера, и в итоге вышибала все-таки зафокусился на мини-пеке. И через него нанес огромный урон по моей левой вышке. Ну, хотя мушкетер хоть как-то разменялся с дракончиком, поэтому нельзя назвать уж прям супер неудачным эту постановку мушкетера. Далее как-то странно я действую здесь, друзья. Не знаю, зачем я скинул армию скелетов именно на правую сторону, если надо было скидывать ее на левую сторону. Я же атаковал до этого по левой все-таки стороне. Но в любом случае я понимал, что противник отдаст заклинание, поэтому это не имеет особого значения. Но вот такая микропомарочка тоже, можно обратить на это внимание. Ну и снова переходит на вступление мой оппонент с всадницей на баране и с вышибалой. Очевидно, друзья, что сразу же мы видим игру против контры. Я специально подобрал такие максимально сложные игры для того, чтобы понимать, как даже против контры играть этой колодой. Вот вышибала это очень больно для той деки, которой я сейчас играю. И, конечно же, вышибала контрит и армию скелетов, и всадницу на баране, и мини-пеку он контролит. Также в него отдает свой булыжник и отталкивает его. Ну и в итоге, как вы видите, не могу я дойти до вышки противника и нанести ей нормальный урон. При этом на моей вышке остается очень мало здоровья. Противник атакует всадницы на баране. За счет того, что правильно выставляю мини-пеку, не получаю никакого урона. Но игра, как вы видите, складывается очень сложно. Мне просто нечем, можно сказать, атаковать. Всадница на баране не справляется со своей функцией, потому как у противника есть вышибала, опять же. Есть у него еще и спарки. То есть вот сейчас мне идти в атаку с всадницей, это было бы очень глупо. Пытаюсь я спасти свою спарки при помощи армии скелетов, и у меня получается. В итоге в спарке противника отвлекается на скелетиков, и моя спарки может удачно разменяться в данной ситуации. Ну а дальше снова перехожу в наступление с всадницей на баране. Здесь мне уже, друзья, надо, конечно, прям очень агрессивно играть, потому что до конца игры остается совсем мало времени. И я очень серьезно отстаю в этой игре. Мне надо что-то делать, как-то возвращаться в игру. К сожалению, спарки не успевает стрельнуть в этой атаке, но мой мушкетер очень неплохо здесь разменивается. Спасаю я его от огня дракончика, и всадница на баране наконец-то доезжает до вышки противника. При этом мушкетер разменивается прямо в атаке с всадницей на баране моего противника, и у меня появляется шанс в этой игре камбэкнуть, выиграть, как-то уничтожить вышку противника раньше, чем это сделает он. Ну и далее надо мне готовиться опять же к очередной атаке. Поэтому заранее выставляю я спарки, тем самым блокирую атаку противника с всадницей на баране, ну и сам перехожу в свое наступление. Готовлю разряд для того, чтобы спарки прямо сейчас не разменялась с моей всадницей. Даю шанс своей спарке как-то разменяться в атаке, ну и, к сожалению, ничего здесь не выходит. Противник атакует с всадницей на баране, и вот здесь сейчас уже он наверняка будет очень много эликсира тратить на наступление, потому что я потратил также много эликсира на свою атаку. И у меня здесь очень сложная ситуация, друзья, как вы видите. Постараемся защититься в данной ситуации при помощи спарки. Готовлю я мини-пеку для того, чтобы остановить всадницу на баране. И получается у меня справиться с этой сложнейшей атакой. Перехожу я в наступление снова, и надеюсь, что моя всадница на этот раз дойдет до вышки противника. Но нет, этого не происходит. Противник защищается при помощи Теслы. Здесь я уже огромное количество эликсира, весь свой эликсир трачу в наступление, потому как до конца игры остается меньше 5 секунд, и спарки все-таки стреляет по вышке, и я побеждаю в этой игре. В общем-то, друзья, как вы видите, сразу же мы обнаружили главный минус этой колоды. Это слабость к сплэш-урону, то есть урону по области. Вот вышибала, один-единственный вышибал в колоде противника. Мне столько проблем принес, что я практически проиграл игру, но в итоге вытянул ее за счет удачи и того, что понимал, как играть против сплэш-карт, играя подобными колодами с мелочевкой. То есть, если, друзья, у вас нет такого опыта, то я не рекомендую брать эту колоду. Рекомендую досмотреть видео до второй части и взять вторую колоду, к которой мы перейдем чуть позже. Если же вы умеете играть колодами с выманиванием легкого заклинания, разряда, вот именно к такому виду колод относится данная дека, то можете взять ее. Хотя, на мой взгляд, все-таки второй колодой мне играть понравилось гораздо больше. Но об этом все равно попозже, друзья. Давайте для начала посмотрим еще одну игру дека из Саспарки. Здесь уже видно, что противник попался послабее уровнем. Он очень много ошибок делает в том плане, что он тратит эликсир там, где этого не нужно делать. И в итоге из-за того, что он так поступал, у него не хватило эликсира на ту атаку, на которую действительно нужно было его тратить. Выставляет он армию скелетов, но делает это запоздало в тот момент, когда он уже потерял свою правую вышку. Правую вышку, вернее, от меня. А свою он потерял, конечно же, левую вышку. Для него она была левой. Но это все не важно, друзья. Перехожу я в очередное наступление всадницы на баране и сношу еще половину и его правой вышки. Очень странная у него дека, арбалет, гоблинская бочка. В общем, здесь все ясно. Противник здесь слабенький. И я думаю, что ему здесь, конечно, в этой игре ничего не светит. Странные стрелы он скидывает. И, конечно, это позволяет мне снова начать атаку из глубины. Вот сейчас, после того, как он скинул стрелы, можно было уже спарки выставлять в середину туда, чтобы она стрельнула по его левой вышке. Но, конечно, этого не имело смысла, потому что я сейчас, скорее всего, заберу его на три коронки, соорудив сильную атаку из глубины. Выставляет он пламенного дракончика для того, чтобы защититься от моей спарки. Но я успеваю выставить с летучих мышек. И в итоге легко обхожу этот способ защиты. И уничтожаю еще и левую вышку моего противника. Скорее всего, сейчас он потеряет свое главное здание. Но, в общем-то, все к этому и шло. Зачем-то он атакует с гобинской бочкой в тот момент, когда ему надо судорожно защищаться. Ну и в итоге, да, теряет он свое главное здание. Игра выиграна. Ну и напоследок давайте еще для закрепления третью игру посмотрим колоды из аспарки, которую я рекомендую для прохождения этого испытания. У моего противника уже есть ледяной скин этого сезона. И сразу же атакует он с хогом. К сожалению, из-за того, что я ставил катку на запись, не успел я среагировать на первого хога. И с запозданием выставил пеку. Мини-пеку, вернее. Ну и противник играет, помимо того, что с хогом, играет он еще и с садницы на баране. Также в его колоде присутствует армия скелетов. И я понимаю, что его дека похожа на мою деку. Как минимум тем, что в ней присутствуют садницы на баране и армия скелетов. Ну а далее я вижу еще одно сходство. Мини-пека также присутствует в колоде противника. И понятно становится, что игра будет сложной. У него есть все ответы на мою садницу на баране. И по этому разряду также можно понять, что парень понимает, что к чему, давно уже играет. И проблема здесь нарисовывается в том, что я отдал стрелы до этого в армию скелетов. Конечно же, надо распределить свои заклинания. И в данной игре отдавать разряд на армию скелетов, а стрелы на гоблинскую бочку. Таким образом я смогу обезопасить свои вышки. Ну и мы обращаем внимание на то, что в колоде противника присутствуют две атакующие карты. Вернее, три атакующих карты. Это Хог, это всадница на баране. И это гоблинская бочка. Ну и пока у меня есть проблемы с прохождением его защиты, потому что у него есть все карты для того, чтобы законтрить мою атаку. Ну и при этом снова надо защищаться от гоблинской бочки. На этот раз я приберег, конечно же, стрелы. В общем-то, пока игра складывается не очень хорошо для меня, но я еще не пробовал реализовать нормально свою спарки. То есть я ее уже выставлял, так разведывательно смотрел, чем будет защищаться мой противник. При этом не смог разрядом законтрить армию скелетов. Там парочка скелетов все равно выживала. Ну вот в такой ситуации, когда мы прикрываем спарки, это, конечно, сложно сделать. Ну и близится двойной эликсир, а мой противник решает передернуть атаку. Атакуй по правой стороне с всадницей и хогом. И на все это я отвечаю мини-пекой. К сожалению, мини-пека второй удар делает по хогу, а не по всаднице на баране. Ну а я перехожу в наступление по своей левой стороне. Отдаю разряд. Снова, к сожалению, разряд не попадает по двум долбанным скелетикам. И в итоге вот из-за этих двух скелетиков моя атака разваливается, и я не смог выгодно разменяться по левой стороне. То есть я мог бы, в принципе, получить вот такой урон, который я получил по правой стороне, но с условием того, что моя атака, которую я проводил по левой стороне, нанесла бы такой же урон. Этого не произошло, и снова противник атакует по левой стороне с хогом и всадницей на баране. На этот раз я удачнее защищаюсь. Ну и надо, конечно, стрелы скидывать на гоблинскую бочку. Справа снова у меня проблемы с разрядом. В этой игре просто очень плохо кидал я разряд. И, к сожалению, пока все очень неудачно для меня складывается. Бежит к моей вышке мини-пека. Выставляю мушкетера в неудачную позицию. Но, друзья, здесь я на самом деле понимал, что даже если мини-пека дойдет до моей вышки, ничего страшного, потому что на правой вышке у меня меньший запас здоровья. Соответственно, левую вышку нет особого смысла спасать до тех пор, пока на ней здоровье больше, чем на правой вышке. Ну и в итоге я вижу, что мой противник тратит весь свой эликсир и все свои защитные карты на правую сторону. И именно в этот момент перекидываю мини-пеку с армией скелетов на левую сторону. В итоге этот маневр приносит мне победу, друзья. У противника просто не осталось ни эликсира, ни защитных карт. Таким образом, испытание я прошел. Этой колодой на первом аккаунте со счетом 8-0. Забрал все награды. Были проблемы. Не могу сказать, что колода супер простая в использовании. Не могу сказать, что ей мало контры в этом испытании. И поэтому я подготовил второй вариант колод, который лично мне зашел больше. И я думаю, что этой колодой все-таки попроще играть. Так как в испытании нет фаербола, то мы берем фаербол-бейтовую колоду. Все логично. И в эту колоду мы берем три заклинания. Вместо разряда я рекомендую попробовать, может быть, что-то другое взять. Но мне было комфортно проходить с разрядом. Также вы можете взять, например, стрелы для того, чтобы контрить гоблинскую бочку. Но колода станет потяжелее. Я все-таки использовал разряд и взял я его в колоду. В первую очередь для того, чтобы контрить армию скелетов. Яд брать в подобную колоду я не рекомендую. Потому что в таких колодах нужен мгновенный урон для того, чтобы помогать преодолевать защиту королевским кабанам. Если мы возьмем сюда яд, то он особо себя не реализует. Тем более в этом испытании нет большого количества карт, которые контрятся ядом. Здесь нет ни кладбы. Да, здесь есть ведьма, вот, кстати, она. Но с защитой от ведьмы замечательно справляется королевская почта. Королевская почта, в принципе, заменяет в этой колоде и стрелы для меня. Тут единственная проблема в том, что мы не можем в атаке законтрить ту же самую огненную лучницу, например. И поэтому нам придется ждать, пока она подойдет к мостику для того, чтобы использовать королевскую почту. Ну а в этой игре мой противник очень много эликсира потратил. И поэтому сразу же потерял он свою правую вышку. Не стал он защищаться от мини-пеки. Ну а далее я защищаюсь просто при помощи огненной лучницы от дракончика. Да, моя вышка получит какой-то урон, но это ничего страшного. Далее держу я в уме, что у противника есть пека. Да, я понимаю, что у него еще есть эликсир на пеку. Но также я, скорее всего, предполагаю, что он выставит его пеку прямо к вышке. Да, так он именно и делает. И меня это устраивает, потому что огненная лучница, во-первых, не будет получать урон от вышки противника. Во-вторых, она через пеку огромный урон нанесет по вышке. Таким образом, все меня полностью устраивает. Скидываю я королевскую почту, выставляю мини-генераторов. Ну и пека законтрена. Никакой урон не получит моя вышка. Более того, могу я переходить в атаку. Но, конечно, этого не делаю, потому что противник сразу же блокирует мою атаку палачом. То есть здесь что-то выставлять в наступление дополнительное нет смысла. Лучше подкопим эликсир. Вот эти две карты поддержки легко и выгодно для себя законтрим. Изначально выставляю всадницу на баране для того, чтобы перед пекой шла какая-то свинка и получала урон. Ну а затем только выставляю своего мини-пеку. Надеюсь, что он сейчас разменяется с ведьминой бабушкой в атаке. Да, так и происходит. Ну и, кстати, раз уже зашла речь о ведьминой бабушке, зачем я взял ее в эту колоду? Опять же из-за того, что в мини-коллекции нет у нас фаербола. А ведьмина бабушка, если ее правильно использовать, дает очень большое преимущество. И она замечательно будет справляться с летучими мышками, с копейщиками, с армией скелетов. А все эти карты присутствуют в мини-коллекции и позволяют усиливать нашу атаку против противников, которые играют этими картами. В общем, как мы видим в первой игре данной колодой, никаких проблем у меня не возникло. Противник сдался, сделал все правильно. Здесь у него никаких шансов уже не было, поэтому решил он не тратить ни свое, ни мое время. Ну и давайте посмотрим следующую игру данной колоды. Сразу же атакует противник с гоблинской бочкой. И, друзья, да, против гоблинской бочки может быть неприятно, некомфортно играть этой колодой. Именно поэтому в самом начале я сказал, что если вы не сможете выгодно играть против гоблинской бочки данной декой, то подумайте о том, чтобы заменить разряд, например, на стрелы. Или, возможно, снежок. Все-таки снежком лучше получится защищаться от гоблинской бочки. Вот здесь за счет опять-таки ведьминой бабушки получилось у меня создать давление по левой стороне. Сразу же я понимаю, что противник будет вынужден защищаться именно по этой левой стороне от огромного количества заколдованных кабанов. Перешел с королевскими кабанами по правой стороне и заставил его выбирать, где ему защищаться. Он, к сожалению, для него неправильно выставил свои две карты, обладающие уроном по области палача и подрывника. Мог он их выставить в серединку и таким образом законтрить атаку и слева, и справа. Но он, видимо, неопытный, опять же, противник. Атакует он с хогом, ну а на хога в этой колоде также присутствует ответ в виде мини-генераторов. Ответ этот не идеальный. Хог через мини-генераторов делает тычку по вышке. Но при этом у нас есть еще и получше ответ. Это, конечно же, мини-пека. Но сейчас надо как-то решать проблему палача. С запозданием, друзья, здесь выставляю я королевскую почту, и это стоило мне небольшого запаса здоровья на моей вышке. Но зато я выставил ведьмину бабушку, и вы видите, друзья, как она хорошо работает против гоблинской бочки. В итоге снова делаю я тот же маневр, который делал минутой ранее. Перехожу в наступление и по левой, и по правой стороне. При этом атаку по левой стороне у меня организовала, можно сказать, одна-единственная ведьмина бабушка. По правой стороне королевские кабаны справляются замечательно с этой атакой. Но, к сожалению, я потратил многовато эликсиры, друзья, и допустил еще одну ошибку. Выставил здесь ведьмину бабушку, возможно, немножко запаниковал, но справился все-таки с этой атакой. У меня проблемы. Проблема заключается в том, что мне надо добивать вышку противника. Но при этом на моей левой вышке уже также мало здоровья. И не хотелось бы, чтобы получилось так, что я потеряю свою левую вышку, а вышки противника добить не смогу. При этом это очень легко может так произойти, потому что сейчас я не смог добить правую вышку моего противника, а левую свою вышку я уже потерял. Но, конечно же, до конца игры остается меньше полуминуты, и я постараюсь исправить эту ситуацию. Противник атакует с гоблинской бочкой. Здесь не успел я прикрыть свою ведьмину бабушку, и это большая на самом деле ошибка. Но вот сейчас я буду добивать правую вышку. Мне обязательно нужно ее будет сейчас добить. И да, получается у меня это сделать. Можно выдохнуть. На левой вышке противника остается всего 260 единиц здоровья. Это меня полностью устраивает. Законтрил я хога в атаке моего оппонента. Ну и в целом уже вот сейчас можно было бы скидывать землетрясение и докрутиться до еще одного землетрясения, чтобы выиграть. Но я предпочитаю более надежный метод. Я продолжаю защищаться. При этом противник, я понимаю, что потратил огромное количество эликсира. Ну и вот она финальная атака с землетрясом, с королевскими карбонами. И в итоге победка. То есть против гоблинской бочки данной колоды также можно играть, друзья. Ну а если вы успеваете вовремя реагировать и кидать королевскую почту в момент, когда противник закидывает гоблинскую бочку, то вы сможете вообще контрить ее без получения какого-либо урона по вашей вышке. Но при этом нужно понимать, что королевская почта в данной колоде это единственный, пожалуй, очень хороший ответ на карты поддержки. То есть если противник играет с большим количеством карт поддержки и гоблинской бочкой, то все-таки гоблинскую бочку я рекомендую дефать какой-то другой картой. А вообще, как я уже сказал, наверное, все-таки просто замените разряд на стрелы, потому что так вам все-таки, наверное, будет проще играть. Колода, да, станет потяжелее, но против гоблинской бочки страдать вы не будете, как минимум. Еще одна игра данной колоды и противник здесь выставляет пеку. И очень мне нравится огненная лучница. Практически я забыл уже, как ей играть, давненько не играл. Выставляю ее в ответ на пеку. Ну и вот здесь вот я, по-моему, перемудрился с мини-генераторами. Да, от атаки защитился, но здесь мне больше уже ничего нельзя выставлять, потому что и так я просел по эликсиру, поэтому выжидал я момента, но противник здесь допустил ошибку, пошел он в атаку с хогом. Этого не нужно было делать в данной ситуации. Легко законтрил я эту атаку при помощи мини-пеки. Ну а далее я понимаю, что у противника минимум эликсира и хочу создать давление по его левой вышке. Делаю это при помощи ведьминой бабушки. К сожалению, противник нашел выход из данной ситуации. Выставил он огненную лучницу и землетрясение здесь было, пожалуй, лишним. Но могу я не переживать в данной ситуации, потому как у меня есть королевская почта, которая законтрит и огненную лучницу, и дракончика. Дракончик, к сожалению, делает тычку по моей вышке, но меня в целом это, опять же, устраивает. На вышке противника гораздо меньше запас здоровья, чем на моих вышках, Поэтому пока игра идет под моим преимуществом, до конца игры остается меньше минуты, до конца основного времени точнее, и начинается двойной эликсир. Допускаю здесь ошибку, друзья. Чуть выше на одну клеточку надо было выставлять мини-пеку. И вот эта ошибка может стоить мне сейчас потери своей левой вышки. Отличный разряд был от моего оппонента, который переагрил вышку с летучки на хога, и в итоге эта атака моего оппонента нанесла огромный урон. Ну а я избавляюсь от пеки прямо в атаке, благодаря огненной лучнице, мини-генераторам и мини-пеке. Ну и все, в итоге меня устраивает. В этой игре защищаюсь я от рыцаря по правой стороне, и перехожу в дополнительное наступление с королевскими кабанами и мини-пекой. Понимал я, что противник будет атаковать с хогом, и воспользовался этой ситуацией, сразу же уничтожил его правую вышку, ну и, скорее всего, ему здесь уже будет нечем защищаться. Добавляю я большое количество атакующих карт, и главное здание противника умирает. Ну и напоследок давайте посмотрим еще одну игру данной декой. Все-таки она мне, наверное, больше понравилась, ей как-то по-фановее играть, и понадежней. Нет такого большого количества мелочевки, которая контрится каким-то сплэшом, и поэтому все-таки я рекомендую, друзья, вам эту колоду. Противник здесь тратит 9 единиц эликсира с самого начала, при этом я защищался 4 единиц эликсира, соответственно, у меня плюс 5, соответственно, спокойненько переходим в атаку с мини-пекой и королевскими кабанами, выжидаем идеальный момент, отдаем разряд спарки, мини-пека добивает спарки, минус еще 6 единиц эликсира. В итоге, друзья, мой противник потратил на данный момент, давайте посчитаем, 10, еще до этого 9, 19 единиц эликсира, и на эти 19 единиц эликсира он нанес немножко урона по моей правой вышке, но потерял он гораздо больше. Ну и еще одна причина, почему я взял разряд в эту колоду, только что, конечно, была на ваших экранах, это спарки с разрядом гораздо комфортнее справляться будет со спарки. Поэтому, ребят, здесь уж вам придется выбирать, либо комфортная игра против гоблинских бочек, либо комфортная игра против спарки. Но при этом, как я уже говорил, против гоблинской бочки также можно будет справляться при помощи королевской почты. Ну а здесь мой противник продолжает тратить большое количество эликсира, тогда, когда этого не стоит делать, и в итоге его вышка начинает получать большой урон, причем и левая вышка, и главное здание. Играет он с пламенным драконом, пламенного дракона в это испытание я брать не рекомендую, друзья. Нету карт с огромным запасом здоровья в этом испытании, да, есть пека, да, есть голем, но големом играть такое себе, не знаю, может кто-то возьмет и голема в эту испу, но я предпочитаю колоду побыстрее, поуниверсальней, а голема все-таки многовато контры, это и тот же пламенный дракон, и мини-пека очень часто попадался мне в этом испытании, соответственно, големом, наверное, будет тяжело. Ну и побеждаю я и в этой игре, и этой колодой, на другом аккаунте, друзья, также сделал я 8-0 безо всяких проблем, как вы видите. Эта дека, опять же, мне кажется, получше, поэтому рекомендую в первую очередь ее попробовать. Ну и удачи вам в прохождении, ребят, этого испытания. Надеюсь, данное видео вам поможет, какую-то из колод вы себе возьмете. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok